Привет, меня зовут Дарья и сегодня я хочу продемонстрировать вам свою новую покупку в интернет-магазине Naomi24. Сегодня я приобрела себе универсальную жидкость 3 в 1 подготовитель для ноготочков. Это средство у нас имеет тройное действие. Первое это глубокое обезжиривание. Что хочу сказать насчет обезжиривания. Это средство уничтожает остатки загрязнения. Потом у нас второе это дегидратация. Это снижает вероятность отслоения искусственного материала и декоративного лака у клиентов. Также это у нас профилактика развития грибковых инфекций под искусственным материалом. Хочу добавить, что это средство применяется при подготовке ногтевой пластины к процедуре моделирования и дизайна ногтей перед нанесением грунтовочного материала. Вот так выглядит у меня бутылочка. У меня 500 мл. Очень удобно. Купила себе большую. Кстати, ценовая политика 125 грн. Очень дешево, я бы сказала, за 500 мл. Потому что раньше я покупала 150 мл за 70 грн. Это такое же средство, только в меньшем объеме. Было очень удобно, потому что здесь и распрыскиватель. Но ничего, я использовала вот бутылочку. Купила себе большое средство. Хочу сказать, что это даже экономно. За 500 мл. 125 грн. И теперь я буду переливать. И вот с помощью распрыскивателя пользоваться. Очень удобно. Эта бутылочка тоже можно использовать. Ее прям не переливаться. Вот открыли. Здесь дырочка. Запах, хочу сказать, что очень приятный. Мне очень нравится. Не вызывает аллергию и ничего. Все плотно здесь закрыто, упаковано. Ничего не разливается. Можно не переживать. Если вас интересует подробный состав этого средства, вы можете почитать это все на другой стороне бутылочки. Хочу сказать, что температура хранения этого средства от 5 до 25 градусов. Срок хранения у нас 2,36 месяцев. Вот так. В общем, я этой покупкой довольна очень. Рекомендую, девчонки, покупайте в интернет-магазине Naomi24, а также в других магазинах Naomi. Это средство. Вы останетесь очень довольны и не пожалеете. За эти деньги оно этого стоит. Всем спасибо. С вами была Дарья. Всего доброго. Рекомендую. Рекомендую.